Праздник музыки в Чувашской филармонии завершился 14-й фестиваль русского романса «Белая акация». Со сцены Лурятов послушал, а потом пообщался с ними за кулисами музыковед Александр Осипов. К сожалению, бытовой романс сегодня занимает скромное место в фолиантах об истории русской музыки. Организаторы фестиваля поставили перед собой благородную цель – разбудить патриотическое чувство в молодежи. И именно ей отвели значительную часть программы «Вечера». На сцену выходили все, кто любит и умеет петь. Традиционно предоставляем молодую порсель, показываем молодых исполнителей, которым прививаем жанр, стилистические особенности жанра русского романса. У молодых исполнителей, кто неровно дышит к произведениям камерно-вокального жанра, в этот вечер был уникальный шанс получить наставление от опытных профессоров музыки из Москвы, Консерватории Нижнего Новгорода и Казани. Своё слово сказала и председатель жюри «Народная артистка России», ведущая артистка цыганского театра «Роман» Ирана Морозова. У вас в культуре, наверное, не так уж плохи дела. Потому что если у вас проводятся вот такие фестивали, в которых принимают участие от трёхлетних детей до 83-летних, то тогда это неплохо. Актриса театра и кино певица ещё раз напомнила, история русского романса начиналась с цыганских исполнителей. Коллективы в своё время приглашали организаторы вечеров в богатых поместьях. И хорошо, что сейчас русский романс звучит на большой сцене. К слову, в филармонии на фестивале выступили известные исполнители Константин Маскалёв, Маргарита Фенагентова, солистка новой оперы Москвы Татьяна Печникова. Одно из первых мест на конкурсе получил студент Чебоксарского музыкального училища Мефодий Галкин. Александр Осипов, Святослав Петров, Вести Чувашия.